В Подмосковье начал работу авиакосмический салон МАКС-2019. Его открыли Владимир Путин и президент Турции Реджептайп Эрдоган, что весьма символично. Теперь Эрдоган заинтересован в покупке российских истребителей, после того, как США отказали ему в поставках. Российский лидер не сомневается, что достижения отечественного авиапрома устроят турецких партнеров. Главы государств вместе осмотрели истребитель новейшего поколения. В Жуковском сейчас работает мой коллега Андрей Гордеев. Андрей, вы в прямом эфире. О какой именно новинке идет речь? Что показали Эрдогану? Да, Артем, сегодня достаточно насыщенная программа у двух лидеров. Здесь, на авиасалоне в Жуковском, делегация двух стран проводит полноценный рабочий день. Ну, Реджепт и Эрдогану показали абсолютную новинку. Это истребитель Су-57. Лидеры задержались около этой машины на достаточно продолжительное время. И вот насколько нам известно, там состоялся такой обмен репликами, что Эрдоган спросил, летает ли уже этот самолет и можно ли его купить. На что Владимир Путин ему ответил, летает, можете купить. Ну, известно, что Турция действительно интересовалась приобретением другого истребителя, машины Су-35. В никаких контрактах пока нам ничего не известно. Об этом не было никаких заявлений. Но мы слышали приветственные слова лидеров на открытии салона. Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких, друзей турецкую делегацию, заинтересуют достижение отечественного российского авиапрома и технических возможностей воздушно-космических сил России последнего поколения. И это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Среди инноваций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского аэростроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и К-62. Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 миллиардов долларов. Но наша задача в том, чтобы достичь цифр 100 миллиардов долларов. Сотрудничество с Россией придаст новый импульс развитию сотрудничества как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий. Андрей, ну нас, конечно, новинки интересуют. Что еще в первый день работы авиасалона показали гостям? Открыт для вас. Артем, ну давайте вот сейчас обратимся к самой яркой части авиасалона. Это авиашоу. О летной программе на Максе всегда придавалось особое значение. И этот год не стал исключением. Сегодня на президентском, как его называют в показе, летную программу открыли истребители Су-35. Демонстрировались фигуры высшего пилотажа и группового пилотажа. Затем эффектно над аэродромом прошла четверка Су-57. Это тот новейший истребитель, о котором мы говорили в самом начале. Отдельная программа у вертолетных групп. Ну а мировая премьера гражданской авиации, российской гражданской авиации на этом салоне, это лайнер МС-21. Он тоже участвует в летной программе, но также его можно увидеть и на экспозиции на Земле. Можно зайти в салон и посмотреть, каким образом он оформлен. И возвращаясь к последним новостям, могу сказать о том, что продолжаются переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Известно, что турецкая страна заинтересовалась, например, приобретением вертолетов в санитарной авиации. И, насколько я понимаю, достигнуты договоренности о том, что с начала сентября начнется обучение турецких военнослужащих работой с системой С-400. Артем, вот такие последние новости с авиасалоном Жуковском. Да, спасибо, Андрей Гордеев и Жуковского, где открылся авиасалон МАКС-2019.